Основанием для составления административного материала на владельцев торговой точки может быть не только отсутствие средств индивидуальной защиты, но и антисептиков. Такое нарушение выявлено в первой же точке нашей сегодняшней проверки. В отношении директора магазина составлен протокол, который отправят в суд, где и решится сумма штрафа. Для юридических лиц она составляет до 300 тысяч рублей. У нас штрафов вынесено по административным материалам более 20-30. На общую сумму где-то 4 миллиона, 3-4 миллиона рублей. За какой период времени? Начиная с 1 сентября. Штрафы, протоколы это не самоцель, это не КПИ. Наоборот, когда много протоколов, много материалов обследования, это означает, что мы где-то не доработали. Поэтому, наверное, самым лучшим КПИ будет ноль протоколов, но при этом мы знаем, что везде все находятся в масках и у всех есть антисептики. В торговом центре, где сегодня была проверка, около 500 отделов. Ежедневно сотрудники дирекции магазина проводят обход. За день могут выявить до 4 недобросовестных продавцов. Мы очень следим за этим, постоянно держим под контролем арендаторов и гостей, посетителей нашего торгового центра. Для нас главное здоровье наших покупателей и арендаторов. На входе в каждый магазин покупателям должны быть предоставлены антисептики для обработки рук и одноразовые маски. Средства индивидуальной защиты должны использовать в том числе и все работники торговых точек. В противном случае владельцы не ограничатся штрафами. За грубые нарушения мер безопасности магазин могут закрыть. Мария Левина, Сергей Баскин, События.